приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня раиса горяченко и александр волик подготовили видео ответ на ваши сообщения рассказы о том каким образом вам удалось и удается сохранять свои томаты огурцы как вы себе придумываете теплицы но я хочу еще раз показать примеры того как мы выращиваем и почему люди отчаиваются многие огородники и перестают выращивать томаты все чаще звучит такая фраза лучше мы будем покупать но вот здесь смотрите тоже на рассаду было потрачено много времени семена вот это очень красивые синие томаты здесь томаты балконные красивые это японская сливка здесь но вот после града что осталось от этих томатов кстати обрабатывала поливала подкармливала абсолютно одинаково посмотрите что произошло когда град после жаркого дня вот льдины вот эти острые резали буквально и томаты сами и сами растения здесь конечно был вид после града очень такой нелицеприятный болезненно конечно мы это все восприняли но я еще раз хочу показать здесь идеальные условия для того чтобы вырастить хорошие томаты и раньше я это делала но вот смотрите что сейчас происходит а сейчас происходит что вот в любой момент погода может принести с неба неприятности в виде разной формы льда и этот лед режет буквально и все уничтожает плюс еще туманы пошли резкие перепады ночной и дневной температуры это тоже сказывается и даже обработки они вот останавливают этот процесс заболевания вот коричневое засохло остановлен этот процесс но все равно здесь скоро уже через буквально дней 10-15 здесь появится еще и клоп черепашка ну и совки даже при обработке эти вредители тоже будут использовать наше растение помидоры не только наши но и других огородников для того чтобы выпить самые вкусные соки ну а испортить в конечном итоге оставить плохой урожай давайте еще посмотрим еще один вариант который мы специально в этом году использовали для посадки томатов и сейчас подойдем еще к тоже на улице но укрытие это своеобразное укрытие мы в нем в этом укрытии в этой полутепличке выращивали редис затем капусту белокочанную цветную салаты и вот после этого я посадила здесь томаты к с 17 это низкорослый полудетерминатный хотя в теплице он у меня хорошо поднимается вот я их посадила уже довольно таки поздно и вот эти томаты здесь тоже все подкормки все обработки я провожу одинаково для того чтобы они на землю не падали вы видите я снова же использую вот эти ящички пластиковые они удерживают как могут себе вяжут я здесь никакой обломки не обрезки листьев ничего не провожу здесь у них полная свобода и самое интересное что когда был сильный вот этот град дождь то смотрите тоже вот что произошло град вот эта ткань взяла на себя удар 1 и конечно она у меня как решетовься но все-таки удар здесь был и томаты остались целенькие вот и вот они под хотя бы вот такое укрытие агроволокно это уже хорошо и причем я вот смотрите она у меня со стороны южной когда солнце сильно светит она у меня прикрыто постоянно вот это укрытие вот этот парничок тепличка и получается что солнце не запекает сами плоды и плоды у нас вот они здесь видите находятся в своеобразном таком маленьком домике и в этом домике сколько созреет столько созреет мы сейчас пойдем еще в одну у нас еще впереди две в теплице два домика в которых растут у нас томаты но вот это тоже один из вариантов и когда пойдут уже клапы черепашки можно просто-напросто просто-напросто укрыть полностью снова же все вот это укрытие видите у нас хотела но уже такое мы поменяем это после града у нас вот такие проблемы вот все некоторых местах видимо сильно падал но пока у нас еще есть минимум недели томаты приоткрыты поливаются подкармливаются и зреют пойдем сейчас в теплицу где еще меньше пострадала сама теплица и растут также томаты а вот эта тепличка из с того что было и укрыта она у нас пленкой и во время града вот потолок тоже у нас имеет такие вот дырочки вот она не видно вот что делал в общем после горячего дня хорошенько томаты были сохранены благодаря вот этой пленки пленка была порезана а здесь у нас растут тоже томаты очень поздно после горошка у нас о горошке есть целые целая эпопея фильмов горошек нам очень здорово помог очень вкусный был ну и вот поздно была посажена здесь рассада здесь тоже томаты уже теперь выведены от потолок уже на горизонтальное положение но уже снова же они уже дальше и дальше растут уже прищипывать скоро их для того чтобы созрели здесь очень много еще зеленых вот грозе они должны все успеть созреть и поэтому даже вот такое укрытие видите здесь просто какая-то доска какая-то еще чего-то остатки было на дрова и его тоже используем и вот это все вместе дает возможность получать здесь нормальные томаты они созревают здесь хорошо хотя здесь темновато но они тоже здесь растут и есть урожай не так как было в открытом грунте которые мы показывали ну и пойдем сейчас еще в одну теплицу в которой у нас ну наилучший результат поговорим там а тоже о том что можно выращивать и как выращивать в таких теплицах ну а эта теплица из поликарбоната мы уже 4 грозди собрали закрыли почти 50 там 48 литров томата томатного прекрасного сока не помню уже сколько банок самих томатов закрывали и все время у нас свежие томаты на столе и поэтому у нас вот здесь наилучший результат это теплица из поликарбоната и сразу же хочу поделиться опытом одной из наших зрительниц которая сделала теплицу напротив с южной стороны у дома сверху сделали укрытие с одной стороны вот дом далее теплица поликарбонатный такой спуск и далее тоже поликарбонат и вот это укрытие позволило им в холодном регионе выращивать томаты и огурцы и довольно таки хорошие результаты что вариантов очень много но вот что я хочу сказать что именно в теплице позволяют нам выращивать хорошие урожаи томатов сейчас вот вверх у нас уже вверху они на горизонте формируют свои плоды и растут и продолжают наливаться сейчас самое главное у нас поливы но еще и дальше будут подформки это отдельная тема но что важно важно что без укрытий без теплиц различных форм мы не сможем дальше выращивать томаты огурцы вот эти растения которые перцы баклажаны которые вот растут здесь в теплице и показывают хороший результат ну что ж мы практически показали вам разные способы выращивания томатов в 2020 году у нас мы сами это увидели еще раз подтвердили тот факт что нужно выращивать в укрытиях нужно создавать благоприятные условия для того чтобы растения не страдали от града от сильной жары они сами себя укрывают своеобразно но и из всех различных вариантов конечно есть уже и современные еще только я слышала о них укрытия пленочные особые но вот поликарбонат или пленка все это даже вот то что мы вам показывали под агроволокном все равно это вариант когда можно выращивать томаты и безболезненно но чтобы большой урожай получить естественно нужен домик определенный домик специальный домик для томатов для огурцов перца и баклажанов что ж всего вам самого доброго до новых встреч в новых видео пока пока у нас у нас у